здравствуйте дорогие телезрители с вами программа последнее время и я ведущий ее юрий коновалов сегодня хочу предложить вам прослушать очень важное послание от всемогущего бога к вашей жизни потому что слово божье она настолько актуально что когда мы слышим его дух святой касается наших сердец и говорит нам о тех вещах которые нам необходимо в жизни изменить исправить или наоборот держаться поэтому будьте предельно внимательны откройте свое сердце забудьте обо всем сфокусируйте свое внимание свое сердце на слышание слова божьего потому что не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст бога будет жить человек поэтому это слово для вашей жизни примите его во имя иисуса христа мы хотим от бога всего не хотим платить цену мы хотим меняться мы мы отказываемся от переменам чудо давай мы за волшебника можем всю жизнь прождать с голубым вертолетом мы мы ждем а где же так пристроиться надет и даже разговорщики я так замуж удачно вышла в смысле но у него все есть теперь я буду с него как сдойной коровы доить все его материальные сбережения а как же с милым рай в шалаше а как же вот мы начинали у нас ни гроша не шиша не было вот два тридцать два года мы вместе мы начинали на пустом месте ничего не было абсолютно некому было обратиться за помощью не папа не мама никто они бы хотели но не могли вы знаете когда бог начал нас благословлять видя что мы не ждем от кого-то я работал на трех работах я закатывал рукава я бежал на пол седьмого на работу если кто-то город знает с мясокомбината я ездил на гагарина надеет на завод я в армии мечтал больше шести утра просыпаться пришел на гражданку женился в пять подъем я ездил на трех транспортах я вскакивал минус 25 на улице в холодный первый трамвай который ехал я не мог сесть на этих холодные сиденья потому что они за ночь так замерзали как будто там дед мороз офис себе сделал я стоял я ехал дону до воронцова перебегалочка лошадь какая-то через проспект правды садился в троллейбус перебегал переезжал новый мост бежал на первый трамвай опять холодном трамвае бегал чтобы в пол седьмого утра стучать молотком каждый день в один тот же в одну и ту же смену я домой возвращался там бог благословил нас богданом ребеночком богом данным и меня уже ждала целая ванная комната пеленки распашонки подгузники какие-то чепчики носочки платочки и я это все должен был постирать потому что это мой сын тогда не было памперсов тогда не было этих приспособлений для легкой жизни молодых начинающих родителей и после этого я бежал еще под перестираю бежал занимался тогда бизнесом ну тогда называлась спекуляция ну сейчас это бизнес я покупал одни кассеты продавал чуть-чуть дороже ездил в москву ездил в польшу ездил в турцию брал вещи там дешевле сюда приезжал как только наступала суббота воскресенье в пять утра на металлурги занимал очередь менты бандиты вам воры все хотели меня обуть и я не хотел никому ничего отдать так просто потому что я платил цену и когда я зарабатывал деньги об а еще после всех этих раскладов я еще ездил достраивал свой недостроенный домик который остался по наследству 9 и 14 квадратных метров соединенные без коридора без ванны без ничего ездил еще работал делал руками и штукатурил и крышу и все остальное это все в одно время это мой золотой сезон 20 с плюсом сегодня смотришь на 20-летних они уже хотят быть вот такими всеми знаете крутыми все обеспеченными они фокусничают ребята если вам даром досталось вы не удержите это благославante вам надо измениться чтобы удержать то что бог вам хочет дать если вы не изменитесь как пришло бесплатно так и бесплатно ушло вот как ваше образование вы в советском союзе бесплатно получали бесплатное образование да кого было бесплатное образование поднимите руку. Вот теперь у вас бесплатная работа. А когда пенсию поднимешь? Когда зарплату? А за что? Подожди. За то, что ты весь день стоишь за прилавком. Ага, смайлики пишешь. Ты смайлики пишешь, да? Общайся. Я работаю. Где? В Фейсбуке? В Инстаграме работаешь? Или за прилавком ты должен работать? Где мы работаем? В параллельном мире интернета? Или мы на работе должны отпахать, а потом бери телефон и все. Мне приходилось за границей работать. Друзья, я не имел права сделать ни одного звонка в течение всего рабочего дня. Знаете, друзья, я уверен, что благословения в нашей жизни не зависят от территории. Скажем на это аминь. Вот чем раньше ты поймешь, тем быстрее тебе будет легче в жизни. Территориально благословение не распространяется. Израиль, Америка, еще какая-то, еще Австралия, еще... Если ты измененный внутри, ты на Северном полюсе среди медведей белых будешь миллионером. Будешь медведям снег продавать. Проблема не в территории, проблема в нас. Скажем на это аминь. Скажи, проблема не в территории. Не слышу. Проблема не в территории. Еще громче проблема не в территории. Проблема во мне. И я отказываюсь от этой проблемы раз и навсегда. Один пример. Марка 10, 46. Приходит в Иерихон. Кто знает, что такое Иерихон в свете Библии? Иерихон город проклятия. Место проклятия. Правда? Помните, этот изранен шел из Иерусалима в Иерихон и попался вниз. Прообраз греха, проклятия это Иерихон. Прообраз благословения это Иерусалим. Вот почему никогда не уходи из Иерусалима в Иерихон. Потому что на пути тебя ждет парочка-тройку этих разбойников, которые изранят, заберут деньги. Туда не ходи, сюда ходи. А то снег попадет, башка совсем плохо будет. Помните в этом классическом фильме Гайдая? И вот Иисус сам приходит в Иерихон. 46 стих. В город греха, в город проклятия, в город нищеты, болезни. Все, что только плохое, это в Иерихоне. И когда выходил Он из Иерихона, с учениками Своими и множество народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Послушайте, как вы думаете, были ли кроме Вартимея еще там слепые, нищие, убогие люди? Если это город болезней, проклятий, греха, были или нет? Но почему-то они все сидели внутри. Им нравилось быть проклятыми. Знаете, некоторым христианам сегодня это вообще лучше, чем 500 из кемо, чувствовать себя по жизни проклятым. Древнее прошло. Древнее прошло. Теперь все новое. Тот, кто во Христе новая тварь, а не новая тварь со старыми хвостами. Смотрите, Он сидел у дороги в таком же городе, все одинаково, как и у других людей, услышав, что Иисус на заре идет. Рядом Он начал кричать и говорить. То есть Он решил поменять в своей жизни что-то, что было первоначальным с Его стороны. Скажем, на этом многие другие, которые сидели в Верихоне, просили милости, они так и до сегодняшнего дня сидят там. до сегодняшнего дня и перемести их из Верихона в другой город мира, они там же будут сидеть и так же просить милости. Потому что им это классно, кайфно, когда ты ждешь, что кто-то тебе поможет, кто-то за тебя сделает, кто-то придет на помощь. Все тебе должны, в церкви должны, Бог должен, все должны. Когда мне начнут раздавать небесные благословения? Никогда. пока ты что-то не сделаешь для этого. Скажем на твой имени. Когда Иисус меня исцелит, когда вера у тебя будет. Когда Иисус меня благословит женой, когда ты научишься не эгоистом быть, а человеком, который хочет своей жизнью послужить другой женщине или мужчине. И вот смотрите, многие заставляли его молчать. многие заставляли этого в Артемея замолчать. Многие заставляли молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня, сын Давидов, помилуй меня. Ему кто-то подбежал, рот закрыл, сын Давидов, помилуй меня. Сын Давидов, помилуй меня. Что такое вера? Вера это не когда ты на прославлении стоишь. Наташа тут разрывается с сестрами. Давайте поднимем руки. А чего Бог меня не благословляет? когда ты вот так руки поднимаешь? Бог с неба не видит. Кто там вот так поднял ручку? Я поднимаю так, чтобы меня Бог видел. Господь, Аллилуйя, я здесь, мне нужны деньги. Господь, мне нужно здоровье, мне нужен успех, мне нужен прорыв, Аллилуйя. Представьте, как по-идиотски выглядит. Мне нужен прорыв. Представьте, Бог с неба. когда нужен прорыв, вот так не чешут одни эти органы. Вартиме молчи. Нет! И вот что интересно, Иисус остановился и начал и велел Его позвать. Представляете, Иисус шел, Он был занят, Он уже в другой город, Он уже мыслями был совсем в другом месте, но видя это дерзновение, видя желание к переменам, я сейчас докажу, что Вартиме не просто горлом взял, лодка не луженая была просто у Вартимея. Знаете, что, смотрите дальше. Он остановился и говорит, зовут слепого, и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Представляете, слепому вставай, иди, зовут тебя. Это мы зрячие, мы часто не ценим наш великий дар зрения. Спроси у любого человека, который лишен зрения, что он хочет, но не скажет, я хочу Мерседес, я хочу денег на аккаунте, я хочу еще что-то. Нет, друзья, он сбросил с себя верхнюю одежду. вот вот эта униформа слепого, вот этот вот прикид, который говорил о нем, что он инвалид, он сбросил его, он сбросил, он снял его, он снял его, вы слышите или нет? Господи, исцели меня, ну вообще, подожди, я не знаю, как я без пенсии инвалидской проживу, вообще, наверное, подожди, с исцелением, давай, экономическая стабильность в страну придет, тогда исцеляем, а сейчас, если я без пенсии останусь, ну что, не протяну, ноги протяну, Бог думает, исцелять такого или не исцелять? Вартимей встал, скажите, встал, сбросил с себя верхнюю одежду, скажите, двум людям, он сбросил с себя верхнюю одежду, просто сбросил с себя, он сбросил с себя верхнюю одежду, я не хочу, и смотри, и пришел к Иисусу, 50 стих, и вот, отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? И вот этот вопрос еще, на самом деле, важнее, чем даже сбросить одежду, знаете, почему? Потому что, Иисус этим самым, как бы, готов ли ты к переменам, потому что, ты сейчас просишь очень серьезно, если ты попросишь денег, сейчас, бухгалтер Иуда выдаст тебе очередной транш, МВФ, очередную милость, поблажку, помощь людей, он выдаст, нам не жалко, но он не случайно скажет, что ты хочешь от него? вот, вот сегодня мы должны спросить у самих себя, а что я вообще хочу от Бога? Хочу просто выйти из Египта? Или я хочу, чтобы Египет вышел из меня? Этот вопрос персонален. Не, я хочу, чтобы Бог мне дал жену, дом, квартиру, это все раз, это все в анекдоте про золотую рыбку. Но если я хочу выйти из вчерашней жизни, я должен быть приготовиться к переменам, что чего-то мне будет не хватать в пользу большего, о чем я даже не подозреваю. Вы со мной или нет? Вартимей решился, Вартимей не стал торговаться, Вартимей навсегда сжег мосты своей прошлой жизни, и он сказал, «Хочу, учитель, чтобы мне прозреть, хочу прозреть, не хочу оставаться богатым слепцом, не хочу оставаться в старых одеждах, сбрасываю весь этот груз, якорь, отрезаю, не нужно мне прошлая жизнь, мне надо новое, я хочу прорыва». Амин. Иисус говорит ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге, то есть он оставил свой прежний образ жизни, оставил ур халдейский, помните, как Авраам, который был успешным, но успешным бизнесменом в уре халдейском, у него было все хорошо, но ему чего-то не хватало. И когда Бог сказал ему, «Выходи из ура халдейского, я приведу тебя в землю, о которой ты даже не подозреваешь», он говорит, «Господи, где карта, где GPS, скинь мне ссылку, куда мне идти?» Господь говорит, «Иди, я приведу тебя». Не важно, куда идешь, важно, с кем идешь. И это Богу так понравилось, Иисусу так понравилось, что Вартимей оставил все и пошел по дороге за Иисусом. Готовы ли мы идти по дороге за Иисусом? Готовы ли каждый из нас сегодня сказать, «Я отказываюсь быть этим уже закоренелым Вартимеем, я отказываюсь так прославлять Бога, вот так, чтобы, типа, одолжение делать?» Чего я прихожу в Божий дом? Я прихожу, чтобы он меня изменил, чтобы кривизны моего мозга и мозгов и сердца выровнял ради имени своего. Я не хочу быть, знаете, уже с годами этим дядькой, который дембель Царства Божьего, Аксакал, уже начинаю рассказывать, как Бог меня благословляет. Ты не говори это людям, Богу говори, сколько ты можешь теперь давать ему после того, как он вернул тебя к жизни. Не надо хвастаться перед людьми, потому что в этом мире есть богаче тебя. Хвастайся, хвалящийся, хвались Господом, что разумеешь Его, что понимаешь и что знаешь, если Он дал деньги, это не для того, чтобы у тебя теперь вот в руле четыре дырки оказалось, и ты вот так на машине ездил. Бог ждет наших перемен, скажем на это Аминь. Я хочу, чтобы мы попросили в молитве у Бога, чтобы Он действительно дал нам и желание, и хотение, и реальность, вот это стремление к переменам, потому что это фундамент нашей жизни. Это не разочарует нас в Боге, это изменение внутри нас не разочарует нас в церкви, не разочарует христианству в целом. Почему разочарованные люди, они не хотели изменяться, они хотели чудо, но они не хотели перемен, поэтому их разочаровало церковь, пастыр, христианство, они сегодня Разочарованные по жизни Потому что у них не было этого фундамента А этим фундаментом является Наше стремление Стать другими Прежде чем получить чудо Я вам скажу Почему Израиль не дошел до земли обетованной Вышло 2 миллиона А знаете сколько дошло 2 человека И Суснавин и Халев А где остальные Они Блудили по дороге Они роптали на Бога Они недовольны были Богом Они ничем не были довольны Все виноваты были Кроме их самих Почему рабское мышление Фараон нас обеспечил Часть людей вернулась Представляете Бог их вывел Они говорят так 300 лет мне ваша церковь надо Мне надо вот так Библию буду читать дома И все Ага читай читай Дьявол взял реванш Над тобой Если ты думаешь Что ты без Бога И церкви обойдешься Это великое заблуждение Это великое заблуждение Однажды нас посмотришь В записи Как мы восхитились С этой грешной земли И пошли к нашему Господу А ты нас в новостях увидишь Это событие Если не вернешься в Божий дом В церковь Бога живого С которой отдала тебе жизнь Бог через нее Если тебе церковь не мать То Бог тебе не отец Алло Теле христиане Интернет помазанники Пришло время вернуться в Божий дом Не, конечно О вкусах не спорят Но мне Лучше с живыми людьми быть Чем С мертвым интернетом Это так К слову пришлось Молимся Господь Я благодарю Тебя Что в этой церкви Ты меняешь наши сердца Ты делаешь нас лучше Мы несовершенные люди Мы люди Которые Вышли из этого мира В котором дьявол Извратил наши мозги Наши ценности Наши вкусы Господь Наши приоритеты Были полностью Противоречащим Твоим заповедям Но мы не хотим Оставаться прежними Мы не хотим Быть такими Как мы пришли К Тебе Мы не только Хотим выйти Из Египта Но хотим Чтобы Египет Вышел из нас Дорогие друзья Мы подошли К самому важному Моменту Этой программы Когда мы Предлагаем людям Сделать Самый важный Шаг в жизни Примириться С Богом Через Молитву Покаяния Вы можете Сегодня попросить У Бога Прощения За все ваши грехи И тот Который Сына своего Не пожалел Но отдал На смерть Ради вас Готов Сегодня Услышать Эту молитву И простить Вам Все беззакония Все нечестия Которые были В вашей жизни До этого момента Смирите свое сердце Закройте глаза И за мною Проговорите Своими устами Слова Этой простой Молитвы Кающегося Грешника Скажите Скажите так Дорогой Небесный Отец Я осознаю Что я Виноват Перед Тобою Все мои грехи Привели Твоего Сына Иисуса Христа На Голговский Крест Он умер За меня И на третий день Он воскрес Для моего Оправдания Прости меня Помилуй Я верю В жертву Твоего Сына Иисуса Христа Я открываю Своё сердце Для Тебя Войди в Него Спаситель Иисус И стань Господом Всей моей Жизни Благодарю Тебя Что с этого Момента Ты принимаешь Меня Таким Как я есть И становишься Богом Всей Моей Жизни Да будет Слава Тебе За всё Во веки Веков Аминь Друзья Если от всего Сердца Вы сказали Слова Этой простой Молитвы Кающегося Грешника Бог обещал Записать Ваше имя В книге Жизни И однажды Когда вы Предстанете Прид Ним Там В вечности Ваше имя Будет В списках Спасённых Людей Это величайшее Событие В вашей Жизни Для того Чтобы сохранить Спасение Рекомендую Делать Некоторые Важные Вещи Первое Каждый день Начните Молиться К Богу Всё что Есть В вашем Сердце Говорите Ему В простой Молитве Как будто Вы разговариваете С вашим Отцом Или другом Он Уже Слышит Вас Второе Начните Читать Библию Потому что Эта книга Как духовный Хлеб Для нас Чтобы мы Возрастали В познании Бога Будете Кормить Свой Внутренний Человек Будете Жить Не будете Кормить Как От недостатка Физического Хлеба Можно Умереть Физически Так Можно От недостатка Духовных Слов Умереть Духовно Всё Зависит От вас Третье Найдите Поместную Церковь Вокруг Вас Сто Процентов Есть Собрание Верующих Людей Которые Любят Бога Изучают Библию И Станут Вашей Духовной Семьей И Четвертое Смотрите Наши Программы Подпишитесь На наши Социальные Аккаунты В социальных Сетях И вы будете Первыми Кто узнает О всем Что происходит Церковь Дверь Неба Города Днепра Благословляем Вас Любим Вас До новых Встреч В программе Последнее Время Да Благословит Вас Господь Ты поставил на камни Ноги мои Не убоюсь я зла Я тебе даю Жизнь мою Души моей Господь Боже мой Не замедли Приди И полой Наполни Уста Храни Меня В тени Крыл Своих Скала Моя Скала Моя Крепость Моя Щит Мой Пребежище Мне Скала Моя Крепость Моя Щит Мой Пребежище Мне Небеса Небеса Наклонил Свет Свой Пролил Холой Щит Мой Пребежище Мне Скала Моя Препость Моя Щит Мой Пребежище Моя Скала Моя Пребежище Моя Пребежище Моя Пребежище Моя Щит Моя Пребежище Мне Скала Моя Крепость Моя Щит Мой Пребежище Мне Скала Моя 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА